Добрый день, уважаемые зрители, дорогие друзья! Я хотела бы с вами поговорить о такой прекрасной, красивой профессии, как артист балета. Что же нужно для того, чтобы блистать на сцене, чтобы стать балериной или ведущим танцовщиком? Наша профессия имеет свои особенности. Мы начинаем заниматься с 10 лет, даже лучше чуть-чуть пораньше. Почему? Потому что мы работаем со своим телом. И как, например, если сравнить гимнасты, они тоже работают над своими данными в юном совсем возрасте, когда еще и связки, и косточки мягкие поддаются коррекции. Поэтому надо иметь и физические данные, внешние данные, должны быть особые пропорции, музыкальность, танцевальность, ну и, конечно, желание и любовь к своей профессии. Потому что наша профессия, как никакая другая, требует работоспособности, трудолюбия и дисциплины. Без этого никак. Изначально надо пройти очень строгий отбор, чтобы попасть в профессиональную школу, где проверяют как раз и физические данные, и внешние данные. После 8 лет обучения и получения диплома артиста балета, надо пройти еще один конкурс и попасть в какой-то из театров, где продолжить свое самосовершенствование. Балет – это прекрасное искусство, которому надо посвятить всю свою жизнь и в школе, и после, работая в театре. Надо следить за своей формой, надо любить свою профессию. Я не хочу вас пугать и могу сказать, что трудно найти слова, какое счастье испытывает артист, будучи на сцене и получая благодарность в виде аплодисментов, и понимать, что ты даришь людям счастье. Поэтому ради этого стоит потрудиться. И в заключении я обращаюсь к вам, дорогие дети и родители. Хочу пригласить вас в нашу академию, либо в другое профессиональное балетное училище. Не бойтесь трудностей, потому что балет облагораживает. Мы приучаем детей к дисциплине, к трудолюбию и культуре. Артист балета – это не только человек, который может исполнять какие-то па. Он всесторонне должен быть развит, читать литературу, знать музыкальный материал, смотреть живопись. То есть он должен дышать искусством, потому что мы дарим людям счастье, мы отрываем людей от быта, мы хотим дарить людям радость. И мы ждем вас, приходите к нам. И единственное, я хочу обратиться к родителям. Наше искусство таково, что нельзя станцевать под видео или спеть, как можно спеть под фонограмму. На сцене все видно. И не обижайтесь, если ваших детей не принимают, потому что смотрят специалисты и знают, какой ребенок подходит для этой профессии, какой ребенок не подходит для этой профессии. Мы думаем о ваших детях, потому что если природу сильно ломать, это травмоопасно. И заставлять ребенка заниматься нелюбимым делом тоже невозможно. Поэтому мы, конечно, будем очень рады, если вы доверите нам своих детей.